Для учебы это немного мешает, да, в принципе, то, что надо раньше выходить из дома. До остановки полчаса ходьбы. И так каждое утро, таких как Ислам Зинатулин, пол Константиновки. А зимой как вы? Пешочком там? Так же, пешочком проходим. Ну, там уже чуть больше времени, конечно, занимает. Это улица Беловежская в казанском поселке Константиновка. Открываем навигатор и строим маршрут до ближайшей автобусной остановки. Пешком 40 минут 4 километра. Если в хорошую погоду преодолеть это расстояние еще возможно, то зимой, говорят местные жители, добраться до остановки станет настоящим испытанием. Особенно для пожилых людей и школьников. В Константиновке живут 9 тысяч человек. На весь поселок всего три автобусные остановки. И все на центральной улице. Жители отдаленных, таких как Лесная, Привольная, Казанская, проходят до 5 километров. Хотят остановки поближе к своим домам. Из дальних поселков идут, там вот где Лесная, потом Хансуар улицы. Проблемы есть уж много, всегда они у нас здесь были. Людей жалко, с детьми идут, пожилые идут. Хочу, чтобы автобус хотя бы до озера довозил. Тяжело идти уже пенсионерам. Роман Вагин уже 20 лет работает водителем 71 автобуса. Говорит, проблема не в отсутствии остановок. Автобус не может проехать по узким улицам. Как говорят жители, ширина дороги местами не превышает метра. Дороги здесь не предусмотрены для проезда дальше автобуса. Там вообще две легковые еле-еле разъезжаются. Вот улица Крылатское. Место на дороге едва хватает одной легковой машине. На узких улочках нет возможности установить остановку. Слишком узко для широких автобусов и машин экстренных служб. Нет ни тротуаров, ни освещения. В Комитете транспорта Казани нам пояснили, чтобы решить проблему, надо менять границы участков. Поселки передавались в состав Казани со всеми присущими сельской местности проблемами. В частности, дороги в них изначально не были предусмотрены для движения общественного транспорта. Индивидуальная жилая застройка во многих из них проводилась очень близко к проезжей части. Сейчас для расширения дорог на ряде улиц потребовалось бы изъятие объектов с их последующим сносом. Юристы рекомендуют жителям обратиться в администрацию советского района, чтобы провести кадастровую проверку. И выяснить, законом ли было межевание земель на этих улицах. Также можно обратиться в надзорные органы. У вас есть права на пользование транспортом. Если вы не можете это сделать, вы вправе обратиться, если нарушаются ваши права, в прокуратуру. Если вас, кроме транспортных прав, еще интересует, как добраться до учебного учреждения, до школы, то вы можете обратиться еще в Министерство образования. На проблему жителей Константиновки обратил внимание глава Следкома России Александр Бастрыкин. Он дал указание возбудить уголовное дело по факту отсутствия транспортной обеспеченности граждан. Алена Струминская, Адельмин, Дубаев, ТНВ, Казань.